Я включил запись, мы можем начинать лекцию. Замечательно. Значит, в двух словах, наверное, нужно ответить на вопросы, которые были на прошлом занятии. Я просто думаю, что сегодня присутствуют те, которые задавали эти вопросы. А может быть присутствуют? Значит, было две просьбы. Рассказать, есть ли понятие «мессия» в исламе. И добавить пару слов про шиитов. Значит, связанные вещи. Значит, в шиитском исламе, как мы говорили в прошлый раз, основная проблема, так сказать, возникла с престолом наследием, поскольку Мухаммад не оставил завещаний, не оставил взрослых сыновей. Точнее, у него были сыновья, которые умерли в детстве. Вот. И поэтому, когда обошли его кровного родственника Али, точнее, его звали Али ибн Абу Талиб, он был двоюродным братом Мухаммеда и был женат на одной из его дочерей, то, соответственно, обиженная партия так и назвала себя «шиа» или «сия» по-нашему. И, значит, дальше настаивал на том, что его, так сказать, обошли. А, так сказать, речь не только об административном иностранном делу, а некоторое божественное предопределение, божественный статус, так сказать, халиф. Тем более, что Али был четвертый, последний из четырех праведных халифов. Вот. Ну и дальше, так сказать, есть разные направления в шиитском исламе. Классический подход состоит в том, что есть 12 имамов, и последний 12, и он скрытый. Он как бы скрылся, такая сложная концепция, в возрасте пяти лет. Сначала было малое сокрытие, а потом, значит, началось большое сокрытие, которое продолжается уже много сотен лет до сего дня. И есть вера в том, что когда-нибудь он откроется. Вот. Значит, зовут этого 12-го сокрытого имама Мухаббидна Эль-Махди. Вот это самое слово «Махди», оно является нарицательным для понятия мессии в шиитском исламе. Значит, и в начале предполагалось, что эту функцию исполняет Иисус. Скажи, пожалуйста, вы меня все слышите? Да, мы слышим, наверное, у Натана. Да, Натан. Значит, я продолжаю, я могу продолжать? Да-да, это моя, видимо, локальная проблема. Он меня вообще-то выкинул. Ну, неважно, что это значит. Я повторяю последнюю фразу, что сначала в суннистском исламе это ассоциировалось с Иисусом, который должен, значит, который, так сказать, понятно, какую функцию играет. Вот. А потом это выделилось в отдельное представление, самостоятельный образ. Человек, который придет обновлять веру, восстановит первоначальную чистоту ислама, возвестит вместе с Иисусом, так сказать, приход судного дня. Значит, все это не играет такой роли, как в иудаизме. Такая довольно абстрактная, на мой взгляд, концепция. В шрицком исламе это немножко по-другому. Там вот эта идея о том, что придет обновление веры, слилось с верой возвращения скрытого имама. Это конкретное лицо. Тогда восстановится, так сказать, в мире справедливости. Вот, пожалуй, в двух словах про то, чем отличаются шииты от суннитов. Я уже упоминал в прошлый раз, что есть значительное разногласие между шиитами и суннитами. в отношении хадисов. Значит, каждый хадис, так сказать, должен прийти с определенной цепочкой передачи. И для того, чтобы доказать, что он, так сказать, сильный, вот это сахих, так называемый, вот эта цепочка передачи должна присутствовать, она должна доказывать, что эти люди жили, так сказать, в одно и то же время, учили друг у друга, так сказать, некоторые логические минимальные требования. Можно еще упомянуть, наверное, что еще одно отличие шиитов. Значит, они отмечают память убиенного Хусейна, который был вторым сыном Али, соответственно, внуком Мухаммеда. Значит, во время одной из битв его убили, значит, было столкновение между разными группировками. был миядский халиф по имени Язид, сын Муавии, и около местечка Кербелы было сражение. Значит, силы бы неравные, Хусейна убили, голову его отрезали, отправили Язиду. Значит, в память об этом явлении, там, мученичество, называется, Ашура. Они бьют себя, значит, до крови там, царапают, и, значит, тем самым, как бы, воплощают или ощущают вот это, так сказать, мученичество Хусейна. Значит, разница между шиитами и суннитами весьма существенна. Все практически арабы, которые мигрируют на запад, это сунниты. Соответственно, количество шиитов в нашем регионе возрастает, и в какой-то степени их влияние возрастает. Поэтому их мнение важно. Я думаю, что мы, так сказать, отдали долг к прошлым вопросам, и все-таки начнем новую тему. Новая тема, на мой взгляд, самая трудная, и она требует, как бы, большого количества текста. Значит, прежде всего, мы отметим, что, соответственно, согласно исламу, есть так называемая хранимая скрижаль, вот то, что вы видите на тексте, в тексте, хранимая скрижаль, сейчас я вернусь. Вот. Значит, это как бы первый источник всех священных писаний. И то, что мы получаем, значит, писание, то есть, то, что называется в Куране словом Тура, которое иногда подразумевает в узком смысле пять книг Моисеева, иногда Танах, еврейскую Библию, евангелие, евангелие, псалмы, значит, это все, как бы, копии вот этих самых священных, сохранимые скрижали, которые хранятся, так сказать, где-то у престола Всевышнего, значит, она не разрушаема, только он может реально читать. Значит, в исламе существует большая дискуссия, существовал ли Куран вечно, то есть, это творимая или нетворимая вещь. Вот. И это безотносительно к тому факту, что мы получаем Куран только в эпоху Мухаммеда. Вот. И, так сказать, говорится, что, значит, первые получили, мы говорим про авраамические религии, первые получили евреи, значит, Писание, а потом христиане, и, увы, они, значит, исказили то, что им было дано, и после этого приходит ислам и исправляет. Значит, это единственная религия, которая сохранила истину, и она не будет уже искажена. и пророк исламу Мухаммед является последним, так называемой печать пророков, последним и лучшим у всех пророков. Вот. То есть, Куран недвусмысленно утверждает, что текст Торы и вообще Писания искажен в широком смысле. И это, так сказать, некая фундаментальная проблема, потому что, скажем, если сравнивать иудаизм с христианством, то, так сказать, есть Ветхий Завет, как бы, который признается теми и другими, и, несмотря на все разногласия в религиях, есть очень большой общий басис, очень большая общая база. Вот здесь, значит, Куран и ислам в Италии утверждают, что, так сказать, нет общего вот этого басиса. В прошлый раз мы говорили о том, что есть масса похожего в религиях, на самом деле. Куран и вообще ислам заимствовали массой информации из еврейских источников. Тем не менее, вот это очень важное положение. Искажен или не искажен, если да, то, что имеется в виду, что говорит Куран и что говорят исламские комментаторы. Вот. Значит, текст, который, так сказать, я для вас приготовил, он предполагает с моей стороны некоторую полемику и, так сказать, утверждение о том, что во всяком случае и в Куране и нигде не идет речь, кроме определенного типа комментаторов, не идет речь о текстуальном изменении, скажем, Торы, будем говорить про Тору, а речь идет о неправильном, неправильном, с точки зрения ислама, интерпретации. Вот. Значит, итак, мы сказали только что, что, значит, и Тора, и другие писания, это божественное слово. С точки зрения Курана, в Куране есть суры, которые говорят божественное слово, исказить нельзя. Вот я привожу вам суру 6, я буду называть сначала название суры, двоеточие и название и номер аята, номер суры, номер аята, 6, 34, так нам удобнее. Вот. Значит, выделенный здесь кусок, никто не исказит слова. То есть, божественное слово, вообще говоря, невозможно исказить. Так утвердает Сура 6, 3, 4, и следующие 6, 1, 1, 5. Значит, мы должны здесь ввести еще одно важное понятие. В самом начале, в самой первой нашей лекции, мы сказали, что Куран воспринимается как буквально божественное изречение, божественное слово. Нельзя изменить в нем ничего. Ни буквы, ни ничего. Вместе с тем, мы отмечали, что Куран был, конечно, изначально как-то, если не отредактирован, то, во всяком случае, упорядочен, просто потому, что суры идут по порядку убывания их длины. Ясно, что кто-то здесь, так сказать, человеческой рукой к этому прикасался. Значит, сказав, что евреи и иудеи исказили Тору, значит, мы должны не забывать, что сами мусульмане привлекают некий принцип аннулирования разного рода аятов или целых сур в зависимости от некоторых условий. Значит, и как бы на первый взгляд мы тоже могли бы сказать, что это своего рода искажение, но мы просто отметим этот факт. Вот в частности 6.1.1.5 значит, говорит, что ничего изменить нельзя. Значит, когда происходит такое утверждение об искажении, об изменении, естественно, задать вопрос, кому это было нужно, как при любом преступлении, когда это произошло, что именно было искажено. Вот. И на этот вопрос ислам не дает сколько-нибудь убедительных ответов. Значит, единственное, что более или менее можно выяснить, это поскольку, поскольку есть противоречия в некоторых местах между Турой и Кураном, то, соответственно, мусульмане воспринимают версию Курана как единственную верную, соответственно, все, что и не соответствует, оно считается искажением. Вот. Но если пытаться конкретно разговаривать с мусульманами на эту тему, то в основном, по крайней мере, из моего опыта, упор идет на упоминание имени Мухаммеда или, так сказать, его каких-то там атрибутов, которые должны быть в еврейском писании и которые мусульмане пытаются там найти подобно тому, как это делают христиане, ищут ссылки на Иисуса. И когда они их не находят, то они говорят, что вот именно это и есть искажение, которое предприняли евреи и даже текстуальное искажение. И здесь некоторая ловушка, потому что если, так сказать, Тора искажена, то почему вы ищете ссылки на Мухаммеда, а если она не искажена, то где эти ссылки. Отдельно поговорим по поводу того, что они считают ссылками, это как раз простой текст и достаточно короткий. Значит, мы говорим, что в принципе существовали переводы Писания Ветхого Завета, в частности Иисусуфагинта, которая была сделана задолго до Мухаммеда, и она нам показывает, она является общей известным документом, который существует огромном количестве экземпляров, и, так сказать, тут уже никаких переделок допустить невозможно. Существует еще некоторая идея в исламе о том, что, поскольку евреи, значит, вот исказили, то где-то существуют вот эти неискаженные версии, которые, которые они иногда спрашивают, куда вы их дели, вы евреи, христиане, где находятся, вот почему вы прячете эти самые неискаженные версии Торы и Евангелия, значит, на этот вопрос можно ответить, как случилось, что Всевышний не дает, так сказать, возможности людям тысячи лет использовать тогда недостоверные или искаженные экземпляры священных текстов. Вообще трудно себе представить, что кто-нибудь по своей воле искажает свои священные тексты, именно их берегут, как зеницу ока. Но если, так сказать, углубиться, то мусульмане, да, говорят, что исходный текст был похож на Коран, это как бы неискаженные версии, но типа Корана. То есть те места, где есть разногласия между Тором и Кораном, должны выглядеть как Коран. Но где они, эти книги, мы их не видим. Значит, есть еще одна версия о том, что Тора, уже не знаю, речь идет об этих книжах или во всем Ветхом Завете, была потеряна во время разрушения первого храма, и, значит, потом она уже вернулась в искаженном виде. Значит, это тоже некоторая под тема наших следующих бесед, тоже потрясающе интересная тема. Вот. Значит, мы уже упоминали о том, что в жизни Мухаммеда было два больших периода. Один был связан с жизнью его в Мекке, где он пытался проповедовать новую религию, где его не поняли, где ему угрожали, он был вынужден бежать или, если угодно, эмигрировать в Медину, где вначале все было хорошо, потом истребил местное еврейское население. Вот. И отношения и к Тори, и к евреям в Мекканском, в Мединском период очень сильно отличаются. Просто с точностью до наоборот. Вот. И есть, тем не менее, разница между отношением к Тори, которая чуть менее контрастна, и отношение к евреям, которая, соответственно, более контрастна. Сегодня мы не будем говорить про еврейский народ, а будем говорить только про отношение Священных Писаний друг к другу. Итак, значит, Мухаммед сначала пытался период, сначала пытался делать некоторые жесты по отношению к евреям, направление молитвы, так называемая кибла. Вначале был введен судный день, который был заменен месяцем Рамадан, есть многочистое восхваление Торы. После того, как евреи остались верны своей религии, реакция Мухаммеда была очень резкая, было зачарование, месть. Старая религия больше не существует, Тора искажена, евреи прокляты. Логично предположить, что за время переезда Мухаммеда из в Медину евреи вряд ли сильно изменились, равно как их религии Тора. И, так сказать, драматический переворот, перелом, то, что произошло, по-видимому, означает, так сказать, его попытки заручить поддержку евреев и его очень, скажем так, резкую реакцию на отказ. Значит, еще раз повторю важный момент, почему, собственно, важно мнение евреев, не только потому, что они очень важны в Медине, есть даже мнение, что они, собственно, этот оазис и организовали, установили, создали, но еще и потому, что меканцы обвиняют Мухаммеда в плагиате, они говорят «Ассатира а-ля Виллиин», то есть «Расскажи истории ассатир как истории, истории, так сказать, хорошо им известны, и поэтому важно получить поддержку именно со стороны евреев. Вот. Итак, отношение к Тори эпохе Мекки. Не просто, а именно Аллах заставил сынов Израиля принять Тору. Куран 7,45 написали на скрижалях, назидание, разъяснение, держи крепко. Тора вечные сохраняют силу, подаровали Мусе, верное руководство, напоминание для обладающих разумом. Далее, в эту эпоху говорится, что Куран подтверждает предыдущее Писание. Писание Тора низко жено, руководством и милостью. Очень большая сложность возникает с переводами, потому что там масса нюансов, которые разные переводят источники по-разному. Ну и некоторые переводы грешат тенденциозностью, когда переводчик иногда пытается смельчить резкость исходного текста. Успеваете? Успеваем. Да, да. Хорошо. В общем, давайте мне знаки, если я слишком быстро переворачиваю. Значит, интересно, терминология вот это китаб слово книга, книга Божья, китаб Аллах или Аллах, вот, калам это слово, значит, аяты, значит, мусульмане обязаны верить в ниспосланное посланнику Писания и в ниспосланное Прежде Писание. Вот здесь большая серия как бы восхваляющих Тору СУР. Я не думаю, что вам нужно очень подробно все вычитывать, достаточно получить представление о том, как это построено. Здесь, наверное, три десятка разных СУР, это займет много времени, много сил. Вот, и, естественно, мы задаемся вопросом, так сказать, если речь о фальсифицированной книге, стал ли Куран бы призывать мусульман в нее верить? Вот в 2.53 появляется одно сложное понятие фуркан, по поводу которого пролито немало чернил. мы коснемся очень мало. Это тема для отдельной лекции. Что такое фуркан? Вообще говоря, оно имеет несколько значений. Одно из них действительно развлечение. Вопрос в том развлечение чего? Ну, в частности, развлечение правдой и лжи, истинной веры и неистинной веры. И вот здесь у меня не написано, но бытует в исламской среде мнение, что фуркан вообще говоря означает Куран. То есть Куран приходит и оценивает достоверность остальных писаний, то, что с ним расходится, соответственно бракуется, браковывается. Вот. Но при более глубоком исследовании выясняется, что слово фуркан употребляется значительно шире, иногда в отношении Торы тоже. Вот. И есть мнение, что фуркан является аналогом той идеи о неразрывности этой самой скрижали, прото-прото писания, которое где-то находится, и, так сказать, это параметр общей религии, который привносит Аллах, когда мы говорили о том, что Абрагам был первым, как бы, ну, как они выражаются, мусульманином, более точное слово для него ханиф. Вот это ханиф, из этого слова производится название для как бы проторелигии, которая проторелигия и для эгоизма и для ислама. Пишел посланник, подтвердивший правдивость того, кому было даровано то, что теперь отбросили некоторые из тех, я подчеркиваю слова, некоторые, то есть некоторые из этих сур говорят, что некоторые евреи, так сказать, с чем-то не соглашались, что-то не принимали, что-то оспаривали, плохо себя вели и не соблюдали. Значит, Табари, на которую я здесь ссылаюсь, это, так сказать, фундаментальная по важности персона и по влиянию на ислам, и по тому, что он жил относительно давно, с первых поколений, написал обширные труды, был очень образованным человеком, я, так сказать, ссылаюсь на него в разных местах курса. в частности, у него есть, когда мы будем говорить про права на землю, значит, Табари там в частности пишет о том, что права еврейского народа на землю тоже записаны вот в этих самых скрижалях. значит, 2.146 действительно любопытно, что сказано, что должно быть упоминание Мухаммеда в Торе, и как бы, так сказать, иудеи должны это знать, вот, если бы он считал, что Тора искажена, вряд ли он бы стал, так сказать, ссылаться на Тор. Вот 3.3 очень важная сура. Просто достаточно 3.3 вообще привести, на мой взгляд. 3.5 так сказать, это вот христианская сторона дела. Речь идет о Иисусе. Некоторые суры похожи друг на друга. 5.43 я предлагаю в двух разных переводах. как раз не очень различаются. Значит, существуют хадисы о том, что мы, надеюсь, дойдем до одного из них, где евреи обращаются к Мухаммеду в роли судьи. Вот это я, так сказать, выражает удивление, почему иудеи обращаются к Мухаммеду за судейством, если у них есть Тора, которая содержится, так сказать, хухм, то есть хухма. Из присутствующих все понимают иврит? Нет, но хухма знаем. Отлично. 544 тоже важно. Вторая фраза, прочтите. Вот. То есть эта ссора подтверждает, что у иудеев как бы с ними есть Тора, то есть это не есть нечто искусственное, появившееся, так сказать, на скорую руку, так сказать, в эпоху Мухаммеда, так сказать, это исторически существующая вещь. Вот, по-моему, мы уже писали про септуагенту. Значит, я это вычеркну. А ссура это схожа с шиур или нет? Не знаю. Но общая идея это ведь не пасух, правильно? А что такое ссура? Значит, слово ссура не надо, так сказать, переводить как еврейское шура. Окей. Да. ссура это короткий рассказ. А. Иногда они короткие, потому что есть ссура, которые состоят больше, чем из 200 аятов. Значит, Коран построен по принципу как бы по принципу разговорному, это то, что рассказывают. Призываю. Важно его читать вслух. Есть речитатив определенный. Вот, то есть он построен как сюжеты, длинные сюжеты, которые там, скажем, в Торе, в Атанахе, в Новом Завете, где есть рассказ. Здесь нет рассказа. Бывают рассказы в хадисах, а в отдельные рубленные высказывания в Коране. Некоторые просто буквально почти что переписаны из еврейских источников. Вот, например, 5.45. я думаю, примерно представляете себе, как это выглядит. 5.68 в двух вариантах тоже. Я не думаю, что вы... Вот 6.54 тоже важно. Вот, смотрите, я привел подробно. Подробный здесь Кулиев плюс Ассади. Выглядит очень симпатично. Давайте продвинемся немножко. Просто мы такого материала много. Из 15 страниц текста у меня в середине. Вот. И совершенно замечательная 10.94. Вот, посмотрите на это. Значит, непонятно, о ком идет речь здесь. Вот это ты, непонятно, кто такой ты. И в мусульманской источниках есть масса споров на этот счет. Значит, есть мнение, что речь идет о Мухаммаде. С одной стороны. С другой стороны, как может быть Мухаммад в сомнении. Вот. Значит, другой вариант это вот идолопоклонники меканцы. В общем, здесь нет однозначности. меканцы. для цели нашего обсуждения важно не это. Важно, что не спасла ли Писание до тебя. Вот. Значит, я пишу, исходя из того, что это не Мухаммад, а меканцы. Вот. Давайте мы пройдем вперед, потому что здесь очень много. Вот. И вот хорошее отношение закончилось. И все пошло в противоположном направлении. Тор описывается как нечто искаженное мудрецами Израиля. Это слово тахриф, оно, так сказать, действительно звучит как нечто очень резкое. Вот. И мы не знаем о чем собственно идет речь. Мы можем только предполагать, как сегодня мы уже говорили, речь идет, скорее всего, будем это брать в качестве гипотезы, речь идет о удалении ссылок на Мухаммеда, на его миссию. Вот мусульманские комментаторы говорят, что может быть два варианта. Это либо искажение смысла, более мягкий вариант, или искажение текста. Более жесткий вариант. Значит, и более древние авторитеты утверждали, что речь идет о обвинении в неправильном толковании, а не вмешательством текста. Помните, с самого начала нашего обсуждения мы говорили о том, что есть суры, которые говорят, что невозможно изменение божественного слова. Значит, теперь мы приводим мнение из Корана о том, что Писание было искажено. Их тоже немало. И они, конечно, очень интересные. Значит, 279 это, пожалуй, наиболее популярная сура в атаке на достоверность Торы. Внимательно прочтите это. И тут уже и проклятия появляются. Нарекали лошадцами одних и убывали других. Люди Писания предполагаются и евреи, и христиане, но, так сказать, упор идет на еврея. Вообще говоря, я еще раз подчеркну эту мысль. нет полного тождества между отношением, скажем так, Корана и Мухаммеда к еврейской религии и к еврейскому народу. Значит, отношение к еврейскому народу хуже, чем отношение к еврейской религии. В отношении христианцев все наоборот. К христианцам относятся лучше, чем к их религии. Я обращаю внимание на 3.7.8, что речь, так сказать, из 4.46, они тоже очень популярны, говорят, что, так сказать, вот все это легко интерпретировать как неправильное переводное, неправильное понимание, неправильное интерпретацию. интерпретация. Время интерпретация. когда мы говорим разницу между отношением к Торе и отношением к еврейскому народу, у нас есть некоторая возможность представить себе, что когда он говорит про евреев, то он говорит про евреев, так сказать, своего поколения и, так сказать, жителей Аравийского полуострова, не обязательно все это обобщать на всех евреев во все времена. говорит про Тору, тут, так сказать, немножко сложнее. Вот есть знания, которые скрываются народом книги, евреи искажают, подделывают Тору изменники о ней. Мы прочувствовали, я надеюсь. Вот можно спросить, да, можно спросить, извиняюсь, если это не очень близко к теме, то есть вот если, например, в христианстве тоже там все это перевернуто и вообще, если на самом деле серьезно изучать, там много несовпадений, но там получается, как бы, что Иисус сделал непонятно, суть в том, что там уже Павел написал и сделал, а вот в исламе именно следует тому, что записал вот Мухаммед или тоже там много всего уже после него? Понимаете, такой полной аналогии, так сказать, с Павлом не было, Коран написал не Мухаммед, поскольку он не умел писать, или по крайней мере так мы верим, вот, значит, Коран некоторое время запоминался устно и он передавался малыми порциями в протяжении более чем 20 лет жизни Мухаммеда, записали, Коран, я видел два варианта, самые ранние в 64-м году, то есть через 12 лет после смерти Мухаммеда, значит, я отступлю действительно от темы, значит, тут зависит от кого вы спросите, если вы спросите мусульман, то они скажут, что всегда существовал Коран в единственном виде неизменяемый и только он, значит, если вы спросите академических исследователей, то они вам скажут, что есть известная история, Осман Третий, халиф, который дал указание записать Куран, значит, он убедился, что чуть больше, чем одна, скажем так, устная версия. Мусульмане говорят, ну, это связано с тем, что язык в ту пору не имел, так сказать, диаграфических знаков, философ, и была разница в произношении. Для произношения как бы неважно, зачем уничтожать остальные семь вариантов. Вот. Значит, так или иначе, мы считаем, что Куран пришел к нам от Мухаммеда или через Мухаммеда. Все остальное творчество это хадисы в основном и, так сказать, шариаты, так сказать, тавсир, анализ, интерпретация текстов. Вот. То есть, если вы спрашиваете про религию, то такого человека, как Павел, в исламе не было. Это происходит от Мухаммеда. Мухаммед Маасум, человек, который, так сказать, не мог ошибаться, его действия являются образцом для подражания. Поэтому все, единственный человек, на котором держится вся религия, это Мухаммед. Окей? Да, спасибо, но тогда с ними так совсем трудно спорить. А, этого посвятим как раз курицу, попытки попробовать понять, что уже все-таки да, если да. Вы сказали, что есть предположение, что сейчас ислам по-другому понимает евреев. То есть, когда, когда это, я не знаю, писалось, или бытовало, было понимание евреев одним способом, а сейчас оно, возможно, другое. На каком основании вы делаете такое предположение, что сейчас понимает ислам евреев по-другому. Нет, я думаю, что я неудачно выразился, это очень широко. Я говорю, что такое понимание возможно. Да, я это говорю, на чем основывается это возможно? Ислам, вот мы должны с вами представлять себе одну вещь. Ислам, это целый огромный мир. Миллиард шестьсот или миллиард восемьсот, так сказать, сколько там находится во въятиях ислама, мы сказать не можем. Мы можем сказать, что в исламе есть масса направлений, которые между собой не согласны, между собой спорят. Основное, по поводу евреев мы будем отдельно все обсуждать. Классический подход, скажем, политического ислама, что вообще никаких евреев не существует, ни у такого народа. Это далеко нас очень ведет в сторону. Я просто говорю, что возможно интерпретировать и в академических кругах такие вещи и такие публикации есть. Когда мы говорим про каждую суру, мы можем сказать, да, эта сура вечная или эта сура ограничена чем-то. Она адресована определенной аудитории, она связана с определенным временем, определенными обстоятельствами. Это, так сказать, как бы теоретически такая возможность маневра существует. Маневр, который должен произойти не по нашей инициативе, а по инициативе второй стороны. Но, в принципе, это возможно. Вот. Если вы интересуясь мнением, скажем, политинской автономии, то, так сказать, Иисус был мусульманский мученик. мусульманский арабы здесь были всегда евреев, они потомки хазар. Но это в конце нашего курса. Вы сказали, все академические круги исламские или другие какие-то? О каких академических кругах, которые так полагают, вы говорите? Академические круги, понимаете, академические круги, это уже слово, которое выводит за пределы религии. Это исследователи. Хорошо. Какие исследователи? Исламские или мировые, или еврейские? Не еврейские. Не еврейские. И не исламские. И не мусульманские. Не могу ответить на этот вопрос. Если вас это очень интересует, давайте потом поищем. Ясное дело. Все, что я хотел сказать, я повторяю мысль. Когда мы обсуждаем, какая может быть платформа для взаимоотношения с исламским миром. Вот по ходу дела я указываю вам на возможные варианты такого сотрудничества. Например, изменить интерпретацию тех или иных сур. Изменить сур мы не можем. Никто их не может. Хотя, как я уже сказал в начале сегодняшнего занятия, они отменяют довольно много есть отмененных сур. По принципу более поздние отменяют более ранние. Но, в общем, это принцип, который тоже позволяет как бы искажать божественные речения. Можно продолжать? до сих пор мы говорили с вами о мнении Корана. То есть, я привел мнение за, мнение против. Это все были исключительно цитаты, то есть, те или иные суры, которые относятся к этой теме. Но, мы все время говорим про интерпретацию, так вот, что же думают по этому поводу комментаторы? Очень важно мнение Ибн Аббаса, который был один из подвижников пророка и жил в ту же примерно эпоху. Значит, Тахриф, вот это самое искажение с его точки зрения, означает искажение значений, но не текста. Значит, вот я жирным здесь вначале подчеркнул, вот это столковали неправильно. Дальше. Следующий Ибн Аббаса Лайт. Тоже достаточно древний комментарий. Тоже говорит то же самое. Ибн Аббаса тоже самое. Ибн Кутайба тоже самое. Сейчас мы дойдем для других идей. Вот, Табарей. Снова подчеркиваю важность. Давайте прочитаем, то же есть написано. современные авторы думают по-другому. Эль-Газали фундаментальная тоже фигура. Мы о нем будем говорить, когда будем говорить про исламский золотой век, так называемый. вовсе не друг еврейского народа. Это все истолковали. И вот теперь появляется изменили. На самом деле центральной фигурой является Ибн Хазм. Я чуть-чуть подвину это еще раз. Вам более удобнее читать. Значит, Ибн Хазм жил не в наших краях. Он жил наоборот на западе ареала захватов мусульманского халифата. Вот. Он ушел очень далеко отрицал авторство как бы авторство Моисея. Говорил, что Тура пришла через Эзеру. Вот. И он не является очень близким к Мухаммеду. Относительно далекий от Мухаммеда комментатор. Он очень радикальный по очень многим вопросам. Значит, есть целый ряд мнений, как, так сказать, он взялся за... подошел к этому делу, он начал изучать, изучая Коран, он наткнулся на те ссылки, которые указывают, что упоминания о миссии Мухаммеда и о нем самым должны быть в Торе. По контексту это понятно, что они нелегко находимы. И увидев, что он их не находит, он, естественно, сделал вывод, что один из источников искажен. поскольку он не мог принять гипотезу о том, что искажен его текст Корана, то он решил, что искажено все остальное, то есть Тора. И с этого примерного времени мы видим такую позицию. мы видим такую позицию, что довольно агрессивную позицию, что и текст искажен, и словесная интерпретация. Но здесь есть, как вы видите, с чем поспорить. Значит, в завершение я привожу здесь любопытный хадис. я не очень часто привожу и собираюсь проводить хадисы. Это знаменитый хадис, когда вот вы видите, здесь группа евреев пригласила Мухаммеда пустить их в школу, предложил, так сказать, обратились к нему как к суде в случае по прелюбодеянии, у кого решение. И вот дальше, что интересно, они принесли подушечку, для него, и он сел на нее, сказал, принесите Тору. Принесли Тору. Он тогда вынул из-под себя эту подушечку, положил на нее Тору и сказал, я верю в нее, в того, кто ее однородовал. А подушечка служит символом судей. Мухаммед говорит, что это не его область. Значит, хадис, естественно, теоретически не может победить, даже самый сильный хадис не может победить даже какую бы то ни было, даже отмененную суру, но это общепризнанный хадис. Поскольку, так сказать, ими пользуются, и он очень живописно, то и мы тоже будем им пользоваться. Значит, он показывает отношения. То есть, если Мухаммед считает, что Тора искажена, то он точно не делает ничего подобного. Значит, это очень символично. Я не единственный хадис, который говорит, так сказать, что все хорошо, есть следующий, который говорит, что вот вы видите, вы разрушили союз, и значит, я как бы себя со всем вашими нововведениями, так сказать, не согласен. Так или иначе, вот вам, так сказать, вот вам более-менее весь рассказ на сегодня. Значит, о... вы меня слышите еще? Мы вас видим? Да, замечательно. Значит, вот примерно общий, так сказать, рассказ о том, как выглядит это отношение. Давайте... Забудь share, пожалуйста, если тебе не... нажми stop share, чтобы мы видели тебя, а не там белый экран. Да, замечательно. Вот, значит, давайте подведем итоги этой беседы, что мы сегодня обсудили. Мы говорили о том, что есть некоторые волшебные, что ли, таблицы предопределения, хранимая скрижаль, которая является базой для всех священных книг, что, согласно исламскому обозрению, евреи не воспользовались той возможностью из козели, и поэтому была необходимость отправить Куран. Значит, вместе с тем в Куране в самом есть указание о том, что слово божественное изречение изменить нельзя, это долг в нашу пользу. Мы привели целый ряд сур Курана, которые говорят о том, что Куран пришел не отменить Тору, а подтвердить ее истинность. Мы привели противоположное мнение о том, что евреи исказили, не вдаваясь в вопрос, исказили ли они текст, или исказили они, не дай Бог, тексты, или исказили они терпетацию. После этого мы привели мнение видных мусульманских авторитетов, наиболее древние и очень влиятельные, скажем, мнение Табари, на мой взгляд, значительно более существенно, чем Хазма. Так или иначе, значит, мнения разошлись, и поскольку мнения разошлись, то мы можем сказать, что нет единого мнения. Раз нет единого мнения, то нет и категорического решения на этот счет. Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Следующая наша встреча будет через две недели, и мы продолжим, значит, мы продолжим либо обсуждать, так сказать, такие интересные места в Коране, например, утверждения о том, что евреи получили Тору от Эзры. Обсудим, где они ищут ссылки на Мухаммеда, такого рода вещи. Так сказать, нетривиальные места, скорее всего, вот это, нетривиальные места в Коране, которые, значит, ассоциируют между собой разных действующих лиц, мы уже об этом говорили, перенесли Амана во Древний Египет, объединили Мирием сестру Арону и Марию, Мать Иисуса. Я думаю, что об этом мы поговорим в следующий раз. Благодарю вас. Спасибо вам. В течение двух недель может быть какой-нибудь материал нам в чат отправиться, чтобы мы пока посмотрели, если возможно. Я не уверен, я, по-видимому, буду часть времени просто за границей, так сказать, в некие поездки, я буду терзать на другую тему. Хорошо, спасибо. Лена, ты что имела в виду? Можно маленький вопрос? Маленький вопрос. Сейчас, одну секунду только, Эмиля, хочу технически выяснить. Лена, ты имела в виду тексты, которые мы сегодня видели на экране? Ну да, можно было бы, да, чтобы мы не забывали через две недели о чем говорили. Ну хорошо, я поговорю с лектором, если будет такая возможность, он мне их пришлет. Окей. Да, Эмиль, мы вас слушаем. Значит, у меня очень короткий вопрос. Есть ли традиция у каких-либо вообще мусульман разбираться с той, то есть изучать то, что они говорят евреи, толкование, Танах, Талмуд, сказать, все, что в Торе есть. Они это читают, они это изучают, высказывая свои критические мнения. Они знают тексты. Да, ответ, ответ, как бы положительный, вот в каком смысле. Они читают с целью критиковать. Не критиковать, да? Да, критиковать, да, критиковать. Да, критиковать. Теперь у меня тогда, если критиковать, если им открыта истина, вот, значит, через Коран и через Мухаммада, значит, почему бы им не написать, они должны знать, где евреи, что исказили, и как, где скрыто имя, и где что. То есть им известно истинно в последней станции, почему они не укажут точно, где и что, и как, и объяснять евреям, в чем их ошибка. Значит, понимаете, это вот вопрос, который мы тоже хотим им задать, не на все вопросы мы получаем ответы. Я вам рекомендую посмотреть, как обстоят дела, зайдите в какие-нибудь мусульманские сайты, значит, они большинство друг на друга похожи, они очень, так сказать, энергично отстаивают свою точку зрения, в частности, по поводу искажений. Вот. И если вы спрашиваете, где, так сказать, их как бы общий знаменатель, вот общий знаменатель это ссылки на Мухаммеда. Где, куда дели, куда дели еврейцы. Более того, они говорят, они обращаются к нам, так сказать, с такими вопросами. Покажите, покажите, куда вы их дели, эти книги. Все понятно. Очень интересно. Да, значит, есть такой персонаж Юсуф Кардауи, не знаю, приходилось вам слышать, так сказать, он претендует на почетное или на непочетное звание одним из ведущих антисемитов, так сказать, нового мира. Вот. Он продолжатель идеологии братьев-мусульман в Египте. Значит, идеология, так сказать, на самом деле очень глубоко проникла книги Кардауи. Это бестселлер, издается, я даже не представлял себе, издается десятками миллионов экземпляров. Вот он пытается, так сказать, залезть во все мыслимые, немыслимые еврейские источники, все, так сказать, во всем найти слабое место, объяснить, как у них все правильно, какой, так сказать, еврей не имеет никаких прав ни на землю, ни на что. Вот вам пример. Кардауи, вы можете, так сказать, зайти посмотреть. Шейх, доктор, не знаю что, он уже старый человек, но, так сказать, у него нет трения с египетскими властями, сколько переходят все, так сказать, мыслимые рамки, но он страшно популярен. идеология братьев-мусульман, это не где-то что-то, какая-то тень чего-то, она вполне заметная, вполне заметная, нужно хорошо понимать, как это все живет. Друзья, если есть еще один вопрос, я убегаю. Все, да? Если ты можешь соотнести, я скажу, есть в чате. Ты видишь чат, или тебе зачитать? Держи, я тебе прочитаю, чтобы было быстрее. О, вижу, да, полно здесь чат. Не, ну вот, а Иван, хорошо, ну, Лена, она нас простит, окей, вот Иван пишет, аяты мексиканского и мединского периода расположены в тексте последовательно или в произвольном порядке? В моем тексте? Иван. Значит, Иван, значит, большее часть... Коране, не написал в Коране. А, в Коране, да, значит, некоторые, некоторые перепутаны, даже бывает суры, в которых куски аятов одного периода, куски другого. В общем, это вопрос, на который... Это так в две минуты не ответишь. Это вопрос хороший, и попробуем в следующий раз на него ответить. Значит, академически это секулярный, значит, правильный, так сказать. Я хотел сказать именно это, что, так сказать, человек, который следует Коран, он пытается, так сказать, выйти за пределы тех или иных верований. Ладно, не будем сейчас останавливаться, не будем вас задерживать. Ну, хорошо, тогда мы на этом закончим. Да. Лектор и скажем ему спасибо. Хорошо, ребята. успеха.